Здравствуйте, приветствую всех на своем канале! И в этом видео я хочу поделиться пустыми баночками уже декабря месяца. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, всем желаю приятного просмотра! Сегодня, как я уже говорила, видео, это второе, которое я снимаю, я снимаю в необычной обстановке. Во-первых, у меня здесь очень тихо, хорошо, думаю, что звук тоже должен быть отличный. Если вам уже нравится качество моего видео или, в принципе, моё видео, то, пожалуйста, ставьте лайк. Если вы ещё не подписались, то не забывайте подписываться. Всем желаю приятного просмотра! Давайте начнём с пустых баночек, про которые я вам и говорила. У меня в основном здесь будет, как обычно, уход. Если вам понравится то, где я сейчас снимаю, то здесь я, возможно, потом тоже сниму какие-то видео, потому что, как по мне, и фон лучше здесь, и в данный момент у меня никого нет из семьи, то есть мне никто не мешает. Я могу спокойно с вами поговорить, поделиться и рассказать своё мнение, что-то мне, конечно, понравилось, что-то нет. И давайте начнём. Начну я вот с такого спрея. Это водный спрей-освежитель воздуха от Дом Фаберлик, цитрусовый. Этот аромат у меня уже был второй. Я была под впечатлением от аромата яблока. Мне оно очень понравилось. Что не могу сказать об этом цитрусовом. Знаю, что девочки многие хвалят. Здесь у меня был уже распылитель, я, по-моему, переставляла. Да, ещё даже до сих пор распыляет. Как раз я сейчас вспомню аромат. Для меня это аромат освежителя воздуха какого-то дешёвого, цитрусового. То есть это не аромат апельсинчика, он очень химический. Как по мне, именно цитрусовый я повторять не буду. Он мне не понравился. Хотя знаю, что у него есть поклонники, и кто-то его хвалит. Яблоко мне показалось более натуральным ароматом, поэтому даже, может быть, сам аромат яблока я повторю. Здесь очень большой идёт объём, 345 мл. И цена его можно взять сейчас в акции. Идёт, по-моему, в 18-м каталоге за 119 рублей. Но со скидкой консультанта и того дешевле, что очень дешево выходит. В общем и целом, хорошо защищает от каких-то запахов, полностью устраняет. И аромат какое-то время, наверное, минут 15, может быть, 20 держится в помещении. То есть недолго. Могу посоветовать. Но данный аромат мне не подошёл. Так, следующее, что я вам покажу. Буду, наверное... Так, извините, у меня тут уже всё пошли спецэффекты. Не совсем я тут разобралась, как мне тут что-то лучше делать. Ну, я продолжаю. Продолжаю я. Вот у меня такая баночка есть. Это от Настюши Зарецкой. Настя, привет тебе, спасибо. Это была наша посылка по меняшкам. Там было средство от лаборатории Сиберика. Отчащающий биотоник для лица против первых морщин. Этот тоник мне поначалу не понравился. У него идёт удобный дозатор. И довольно-таки приятный для меня аромат. Но он мне подсушивал лицо. Я его использовала полностью. Истратила объём. У него довольно большой. 300 мл. Но тоники у меня уходят быстро. Потому что я им пользуюсь утром и вечером. То есть, два раза в день. И не жалею данного средства. Что хочу ещё сказать. Что подсушивает всё-таки, стягивает кожу. Что мне не понравилось. Приспособилась я к нему уже. Потом в дальнейшем просто наносила тоник. И не ждала какое-то время, как я обычно делала. А сразу же наносила крем. Дневной или ночной. Тогда не было заметно вот этой вот подсушивания, сухости, стягивания кожи. И ещё этот тоник мне покалывал или пощипывал лицо. Сложно сказать. Ну, в общем, я его именно против первых морщин себе брать такой не буду. Вообще, я заметила, что это дело-то и не в этом тонике. Иногда вот средства, допустим, от гарнира есть 25+. Там есть какие-то компоненты эти возрастные, которые моя кожа просто не принимает, возможно, потому что она чувствительная. И поэтому я не могу пользоваться такими продуктами. И я их стараюсь избегать. Они у меня могут вызвать аллергию, жжение или неприятные ощущения. Давайте следующее, по чему я пройдусь. Это по геликам для душа. Закончилось у меня их два. И первый, который я вам покажу, это от DAF. Этот гель был у меня в посылке поменяшки от Викуси. Виктория, Влад, привет тебе и большое спасибо. Этот гель у меня лежал специально на холодное время. Посылка у нас была в марте. То есть, я там, по-моему, не пользовалась. У меня были другие гели, я его поставила в запасе. Потом, наверное, в октябре, в доябре я его достала. Начала им пользоваться. Потому что он имеет кремовую консистенцию, очень приятную мягкую текстуру, 250 мл, отдав объятие нежности. Крем гель от душа. Заявлено гладкая, нежная кожа. Это я соглашусь. Абсолютно она даже крема не требует для тела никакого после себя. То есть, если нанести этот гель. Ментальное молочко и аромат гибискуса. Гибискус, то и цветочный, я не чувствую. А миндаль я чувствую очень-очень хорошо. Сладкий, приторный аромат. Но для именно зимнего времени мне он подходит. Мне он понравился. Кожа не сушит, очень хорошо увлажняет. Дает такую плотную пену. И остается этот аромат на какое-то время на коже. Могу данный гель посоветовать. По-моему, стоит он для такого прекрасного, шикарного качества. Недорого. Могу посоветовать. С удовольствием пользовалась. Понравилась. Возможно, как-то что-то еще приобрету из таких гелей. Следующий гель, который я вам покажу, также был мне подарен. Теперь уже Аленочка. Аленочка, привет тебе. И спасибо за такой гель для душа. Бель Коктейль. Этот гель для душа идет без парабенов, заявлен. Апельсин в шоколаде 400 мл. Такой гель для душа я не так давно видела в фикс прайс. Большой объем. Как я понимаю, цена бюджетная. Аромат для меня это апельсиновых карамелек. Я, по-моему, уже о нем рассказывала. Так он и есть. Карамельки апельсиновые. То есть, шоколада никакого нет. Я не чувствую, по крайней мере. Но кожа не сушит, хорошо пенится. Аромат на коже не остается. В отличие от предыдущего геля. За его бюджетную стоимость неплохой. Но, наверное, повторять не буду, потому что я небольшой поклонник больших объемов. Все-таки для меня объем 250-200 мл лучше, чем 400-500. Я люблю разнообразие в гелях. Сейчас я пользуюсь в основном маленькими гелями. То есть, попользовалась, мне понравилось и пошла дальше. Но этот гель тоже неплохой. Еще раз большое спасибо за возможность попробовать. Следующее. Давайте тоже тогда пройдусь по уходу. Покажу два средства для волос. Одно, которым я очень сильно довольна. Это средство от корейской компании Kerasis. Так выглядит. Это, сейчас вам скажу, кондиционер для волос Kerasis. Оздоравливающий. В объеме 200 мл, но он очень густой, экономичный. Я им пользовалась, наверное, больше года. Ну, естественно, чередовалась с другими продуктами. Неудобная здесь упаковка. Такой вот маленький дозатор. Тут еще у меня даже осталось что-то, но уже выдавить. Это что-то просто благодаря вот этой упаковке невозможно. К сожалению. Очень приятный салонный аромат. Волосы просто прекрасно выглядят после этого кондиционера. Оздоровленные, на самом деле. У них вид прекрасный. Объем есть. Чистые выглядят. Волосы, наверное, дня 2 или 3 даже. Вот, в общем, понравилось это средство. Могу их посоветовать. Но, конечно, такая баночка 200 мл, по-моему, 100, 250 или 300 рублей. Это не дешево для такого небольшого объема. Что написано? Специально разработана формула для тонких, ослабленных волос. Такими являются мои волосы. Укрепляет и восстанавливает структуру волос по всей длине. Укрепления, к сожалению, я никакого не заметила, потому что я все-таки этот кондиционер чередовала с другими. Волосы обретают жизненную силу, эластичность и объем. Как я и сказала, да, что объем там действительно появляется и хороший. То есть, в общем, в целом довольна этой маркой. Никаких абсолютно раздорожений. Перхотизуда не вызвал. Могу посоветовать. Еще раз скажу. Керасис. Содержит еще, написано, витамины А, Е. Серия профессионального уровня ухода для волос за различными типами волос в домашних условиях. Наносить его нужно было на 2-3 минуты, что я и делала, собственно говоря, и получала прекрасный результат. Могу посоветовать хорошее средство. Может быть, когда-нибудь, если увижу, повторю. И вот такой вот бальзамчик, который, к сожалению, ни мне, ни моему мужу не понравился. Этот бальзамчик также от Викуси, Виктория Волод, привет, тебе спасибо. Увы, не подошел. От Планеты Органика. Бальзам для нормальных волос на масле манго увлажняющий. Такое чувство, что он не то, что не давал объем, а забирал. С ним волосы жирнились у меня намного быстрее. Объем 250 мл. Но у меня волосы, в принципе, лучше воспринимают силиконы, чем натуральные шампуни и бальзама. Поэтому не знаю точно, не могу ничего сказать. Но, в общем, к мужу не подошел, мне тоже. Идет он довольно жидкий, что странно, что бальзам должен быть, мне кажется, погуще. Вот, например, керасис был очень густой. Этот идет жидкий, белого такого цвета, полупрозрачного. Аромат при этом очень приятный, но, к сожалению, вообще никак не работает. Он у меня очень долгое время стоял, я его почти сразу начала пользоваться. Использовать, как мне его подарили. Но вот у меня он стоял. Баночка шикарная, прекрасная, но не подошел. Следующее средство, тогда я вам также покажу разочарование моего мужа. Он у меня обычно пользуется дезодорантами Акс и дезодорантами Олд Спайс. В последнее время Олд Спайс даже больше. Взял вот такой вот Бен Риксона. Абсолютно неприятный, по-моему, туда же еще остался. Сейчас попробую. Нет, к сожалению, уже не могу выдавить. Но запах очень неприятный. Это невидимый на черном и белом. Моушн Сенс, вот такой вот Риксона Мэн, черно-серебристая упаковка. В объеме он идет 150 мл стандартных. Тут много хорошо так написано, но он сказал передать. Даже мне его специально дал в пустые баночки, что абсолютно запах ужасный. Там даже, по-моему, осталось еще чуть-чуть, не все полностью он истратил. И не защищает от пота никак. То есть не советует он для мужчин это средство. Все-таки он спать, мне кажется, лучше. Ну или Акс хотя бы. Следующее, что я вам покажу, давайте тогда будут еще про топтики ухода. И в конце покажу декоративку и парфюм. Вот такой вот у меня закончился гель для умывания от Талоса. Терапия от Настя. Привет тебе, спасибо большое от Настя Зарецкой. Также из посылочки по меняшке. Очень приятный гель в объеме 150 мл. С комплексом морских водорослей. Аромат нейтральный, ненавязчивый. Сам гель голубого цвета. Средней консистенции, не густой, не жидкий. Очень хорошо пахнет морем для меня, морской свежестью. Но я бы не сказала, что это мужской запах. Все-таки тут еще такая небольшая тонкая цветочная нотка в этом аромате есть. Хорошо справлялся со своей функцией. Но, конечно, тональное средство не смывало, да я это и не делала. То есть уже когда мы смыли тональное средство, например, мицеллярной водой или молочком, или средством для снятия макияжа. Потом уже умываемся вот таким вот гелем. Гель приятный, кожу не сушил. Прекрасно пенился. В общем, одни плюсы. Спасибо тебе большое. Для меня это на пятерку вот это средство. Возможно, я бы даже отталоса терапия что-то еще попробовала. Потому что мне очень он понравился. Использовала с большим удовольствием. Объем 150 мл довольно экономично расходуется. Что не могу... Так, все-таки мне пошли все пекты. Но переснимать я уже не буду, потому что у меня дневной свет уходит. Прошу прощения за мои... Я, естественно, все подберу потом за роняние продуктов. Вот такой вот маленький продуктик. Это был из набора Арифлейм. Серия Love Nature. Наборчик был 199 рублей. Да я еще тогда сама не являлась консультантом, но взяла его попробовать. Очень маленький, 30 мл. Это у меня гель для лица. То есть, так же, да, для умывания. Нанести на очищенную кожу лица утром и вечером. И наносить на область вокруг глаз. Идет он такого розового цвета, пахнет химическим арбузом, но для меня запах не неприятный, нормальный такой гелево-обычная консистенция. Ну вот я говорю, арбузной жвачкой такой вот химический запах. Хватает этого гелика, конечно, ненадолго раз на, ну дни вернее, на 7 раз, на 14. Вот, у меня тут еще на пару раз его осталось, потому что я даже его и доделывать не буду, потому что у меня еще один гель есть. Ну, можно доделать, посмотрю там как. Ну, вряд ли. Что-то буквально чуть-чуть осталось у меня. Маленький объем. И у меня еще есть скраб и маска. Их я покажу потом, когда дотрачу. Вот такой продукт переходный. Не скажу, что его нужно брать обязательно, но для баловства, в общем, подойдет. Не более того. Следующее, что я вам покажу, это вот такой вот спрейчик, который я беру очень часто. Это спрей от марки, здесь уже нет опознавательных знаков, но я вам покажу, это Диес, который продается в Улыбке и Радуге, по-моему, около что-то стоит 50, максимум 60 рублей. Это спрей для полустирта. У меня был цитрусовый, имел он такой химический аромат апельсина, но лучше, чем тот. Который вам показал спрей цитрусовый от Фабергли, для меня даже лучше. Он хорошо распылялся, сейчас у меня он просто закончился, ничего нет. И освежение дыхания было среднее. У меня сейчас такой антитабак, который идет от, по-моему, там, тех, кто курит, да, но я, естественно, не курю, но просто взял антитабак, и он довольно-таки приятный по вкусу. У меня был и мятный, который мне нравился, и еще один там какой-то еще. В общем, все у меня были такие спрейчики. Вещь удобная, удобно носить с собой, иногда я им пользуюсь на работе или когда куда-то иду. Хороший, могу посоветовать. Понравилась мне вот такая вот сыворотка от Фаберлик из серии Проликсир. У меня еще старый вариант 25+. Она идет с пипеткой, что очень удобно, белого цвета. Уже просто невозможно ничего достать, чуть-чуть остается здесь в упаковке. На одном дыхании она у меня ушла. Хорошо увлажняет кожу, имеет приятный аромат. Крем на нее ложится, на эту сыворотку. Просто прекрасно. Сыворотка защита молодости кожи. В объеме 15 мл она идет. По-моему, сейчас она обновилась 30+, в серии стала. Вам бы посоветовать. Отличный продукт, если у вас кожа сухая, да даже если любая там комбинированная жирная. Знаю, что этот продукт нравится многим. Мой Настеньке, Анастасия Лукьянова, привет, тебе видела, что тебе тоже нравится. И мне тоже подошел этот продукт. Может быть, как-то даже буду повторять хорошее средство. Еще не сказала, что баночка выглядит солидно, хотя брала ее, наверное, в районе 200 рублей. Стеклянная баночка. Приятно поставить такую на туалетный столик. Где у вас стоит косметика, например, уходовая для лица. Очень приятная баночка. Оформление супер просто. Мне очень понравилось. Так, дальше покажу вам вот такой вот скрабик. Я его доделала от чистой линии. Этот скраб был мягкий. Скраб сок малины, косточки, клюквы. Я его уже повторяла. Мне этот скраб нравится. Он подходит для моей сухой и такой нормальной, да, скажем так, кожи. Если покажу у него консистенцию, у меня осталось совсем чуть-чуть. Вот такой вот розового цвета он идет. Пахнет он для меня, наверное, типичным таким ароматом чистой линии. Я бы не сказала, что это малина. Посмотрите, есть такие крупные скрабирующие частички и мелкие. Когда мы вводим мелкие, очень хорошее идет скрабирование. То есть вот мы распределяем, да, такой белый становится. И эти мелкие скрабирующие частички очень хорошо скрабируют кожу. Просто замечательно. Скраб вроде бы кажется мягкий, но на самом деле кожу он очищает хорошо. Конечно, мне почти не подходит скраб с абрикосовыми косточками, потому что кожа у меня нежная на лице. И я тут скраб приспособила для пяток, может быть, кто-то знает, который идет с абрикосовыми косточками. Но иногда, если там раз в месяц, я хочу очень сильно отскрабировать свою кожу лица, я тут скраб тоже применяю. Этот скраб я могу посоветовать, им я пользовалась, наверное, где-то раз в неделю. И объемчик у него 50 мл, цена, наверное, также рублей 50-60. Но может быть, сейчас, конечно, поднялась, потому что инфляция. Но отличный продукт, могу посоветовать, бюджетный. И хорошо очень работаю за свои деньги. Осталось у меня три продуктика. Два декоративной косметики и один парфюм. Давайте покажу вам парфюм, чтобы не давить. Это мой самый любимый сейчас на данный момент. У меня еще дома лежит полноразмерная версия. Это Melody от Faberlic. Я просто обожаю этот запах. Он и сейчас на мне только уже полноразмерная версия у меня есть. Этот я полностью использовала. Я наносила его и на себя просто. Сейчас уже просто даже нет ничего показать, к сожалению. Фруктовый такой, ненавязчивый запах, приятный, вкусный даже, не побоюсь этого слова. Фруктовый, цветочный. Нравится, но, к сожалению, не стойкий. То есть спустя часа три-четыре его нужно обновлять. У меня была миниатюрка 15 миллилитров. Вот это вот стоило 199 рублей. Очень дешево. Могу посоветовать. Знаю также, что этот запах много кому нравится. Для меня он вкусный, приятный, обалденный. Просто люблю, обожаю. Может быть даже повторю себе вот такую вот небольшую версию, потому что удобно брать с собой на работу. Там я его и истратила. Еще один продукт, который мне очень понравился, повторяла я его, этот CC-крем от Luminate. У меня уже вторая была баночка 6 в 1. Он заявлен у меня светлый. Заявлен 6 в 1, то есть он делает много чего. Сейчас не буду, к сожалению, перечислять. У меня стерлось. Ну и корректирует, и выравнивает. Там, наверное, увлажняет. Все это он делает. Удобный дозатор. Я его люблю использовать зимой. Тут у меня еще осталось. Я вам покажу. Да много у меня тут нанеслось. Ну ладно, зато будет видно оттенок. Он идет такой в бежевом подтоне. Наверное, все-таки не совсем он белый, а бежевый. И на лето мне он подходил даже еще лучше, чем зимой. Ну и истратила зимой, потому что хорошо увлажняет. Посмотрите, какой цвет. Он матовый идет. Он очень хорошо увлажняет кожу сухую. Именно увлажнение. У меня он даже не дает такого матового финиша. Скорее, это так и остается влажный финиш. Что мне очень нравится. С моим типом кожи у меня кожа стала сейчас более сухая. Вообще нормальная. И почти никогда не бывает комбинированная. Вот сейчас даже у меня кожа на руке была не гладкая. Даже на руке кожа, посмотрите, да, слился практически, наверное. И увлажнил. Что большой плюс. Понравилось это средство. Могу его посоветовать. И у меня сейчас закончился. У меня дилемма, конечно, какой мне брать тональный. Я хочу попробовать и тот, и другой, и пятый, и десятый. Как обычно, я хочу разнообразие. Вот. Ну, возьму я, наверное, какой-нибудь. Это Reflame. Я думаю, что я возьму попробовать тональный. У меня как-то были давно тональные средства от компании Reflame. Они мне нравились. И, наверное, может быть, возьму попробовать еще от какой-то другой марки. Так. И последнее, что я покажу, это вот такая подводка. Я особенно не впечатлилась за такие большие деньги. Это подводка от... Даже уже нет ничего, никаких обознавательных знаков. Буржуа, по-моему. Да. От Буржуа лайнер. Подводка лайнера. Она идет черного цвета. Удобный фетровый наконечник. Она мне долго служила. Но она подстирается, где слезнячок. Да. Вот где у нас основание. Начало, да, глаза. Здесь она подстирается. Можно ей было нарисовать как тонкую линию, так и более толстую. Сейчас я вам покажу. То есть рисует она ярко, хорошо. Вот даже сейчас. Но хоть она уже сейчас вообще почти высохла. Сухая-то я очень сильно надавливаю. На глаз, естественно, мы так надавливать не будем. Она рисует тонко. Я знаю, что у нее есть поклонники. Стоит она 500 рублей. За эти деньги я лучше куплю себе 2 или 3 даже подводки от компании Фаберлик. Они ничем не хуже. Черные даже. Из серии Skyline, по-моему. Но они будут даже медленнее стираться, чем данная подводка. Вот. То есть повторять я эту подводку от Буржуа не буду. Хотя мне ее так советовали в магазине. Вот. Все-таки я, наверное, сейчас склоняюсь даже к тому, что больше люблю косметику по каталогу. Потому что я могу посмотреть обзоры девочек на YouTube. Я могу где-то что-то на Ари Коммент. Но это я, конечно, обычно не заморачиваюсь. Это очень долго. В основном я смотрю какие-то видео на YouTube. Девочек, которых я люблю. Они мне помогают определиться. То есть YouTube полезен. Всегда и мне, в том числе, в покупках моих. Вот. Вот такие у меня были пустые баночки. Я думаю, все-таки больше хороших в них было. Баночек, да. Которые меня больше порадовали, чем которые нет. Всем желаю отличного настроения. Радости, удачи, предновогоднего уже, да, суеты. Хороших добрых дней побольше, чтобы все успевали. У меня сейчас все навалилось, я уже мало что успеваю. Радости. Самое главное, конечно же, здоровья вам и вашим близким. Всем удачи и до новых встреч.